Сейчас поедем на вокзал, покупать билеты, потому что на самолетах совсем ели. Нереальный ценник совершенно. Пускаемся в переход. Раньше вроде не было здесь перехода. Сейчас идем, посмотрим, что там у нас с билетом. Ну все, нормально. Купили билет. Короче, ебаные ваши самолеты. ЖД рулит. Долго, неудобно, но недорого. Зеркальный переход. Город Сочи. Поехали обратно на пляж Ривьеры. Как нам тут перелезти через эту ебалу? А ладно, пойдем пешком. В общем, когда куплен обратный билет, одной проблемы меньше и меньше нервов. И можно дальше спокойно расслабляться. Торговый центр. Сан-Сити. Вот здесь, понимаешь, братан мой, работает. Сейчас посмотрим. О, корч. ДНС. Видимо, общий вход. ДНС цифровой. Такой вот надо. Такой вот пестик. Такой магазинчик. С оружием. Пойдем дальше. ДНС. Магазинчик ДНС. Здесь братан мой работает. Ну, заходить не будем там. Делать особо нечего. Гира хрени. Ателье, пошив, чехлов. Ну, форт. Довольно прикольно. Что здесь кофе у нас? Американо. Латте 50. Ну, не знаю. Ну, Сочи, что ли? Пулемет. Такой пулемет. Пулемет Максим. Катана. Что? Ходили, посмотрели. Что, хорошо, прохладно там? Каенчик. Хочется какие-нибудь тачки посмотреть реальные. Что-то ни хера не попадается. Феррари один раз на дороге ехала. Но что-то как-то она быстро уехала. А я же вам обещал, дорогие зрители, показать крутые. Тачки в городе Сочи. Да? Ренджик. Короче, друзья, прикол жизни в Сочи такой, что есть много куда съездить. Но съездить на машине нельзя. Потому что ты просто не найдешь места, где припарковаться. Вот, идешь вот пальму вокруг, да? Ну, класс, да? Но припарковаться реально негде. В итоге езжу на маршрутке. Вот эти тачки, которые с блокираторами стоят во дворах. Они стоят в основном все время. Люди на них редко куда уезжают. То есть, человек купил тачку, купил блокиратор, поставил во дворе, и он никуда не ездит. Он либо тупо сидит дома, либо ездит на маршрутке, ну, либо ходит пешком. Потому что вот эта вот пидерсия, вот эта вот, вот эта вот. Она везде. То есть, либо под знак вставать с риском, что тебя эвакуируют. Либо искать место, не знаю, рассчитывая на редкую дачу. Либо вообще никуда не ездить. Коллапс. У себя в Сибири я просто сажусь в тачку и еду, куда мне надо. А здесь ты 10 раз подумаешь, блядь. В вокзал ты не подъедешь, ты там не припаркуешься. К аэропорту аналогично. Какому-то там магазину проблематично. Ну вот, в окей, можно заехать в подземный паркинг. В принципе, там припарковаться. Вот это одно из немногих мест, где ты, в принципе, вообще можешь припарковаться днем. Либо вечером. Идем через мост. А вон какие похожие на гусей лапчатые чайки. Идем через мост, который качается. Мост на тросах. Забавно. И, как всегда, немного страшно. Страшно. Хорошо. Смешной, сочинской теткой купил самсу. И весит эта штука. За 65 рублей. Я думаю, мне ее хватит на обед. Нормально. Вроде все удобно. Нормальный запах. Решил посидеть на набережной. Пообедать, так сказать. Такие камешки. Ёлки. Сочинские бабки. Нормально. Полуденная жара доставляет. К счастью, вижу, вон там впереди продается квас. Всегда выручают стаканчик кваса или лимонада. Что-то я все время пил лимонад. Не знаю. Сейчас попробуем квас. За 18 рублей 200 грамм. В принципе, как ваншот. Хватает. Сейчас купим. Купили. Класс. Спасибо этим тетенькам. Вкус чудесный. Освежающий. Странная вот стихийная ярмарка. Тут на автобусе проезжал, видел. Сейчас решил снять. Сочинские бабки продают тряпки. Не знаю. Тряпки лежат прямо на земле. Расстеленные на каких-то пакетиках, шмакетиках, накидках, покрывалах. Непонятно. Не знаю. Власти, наверное, смотрят на это нормально. Туннель. По приколу под развязкой туннель. Нам вроде прямо идти. И да, как культурные люди мы бросаем мусор мусорницу. Вон там Гелендваген. Вижу Гелендваген издалека. Хочу на Гелендвагене покататься. Кто покатает? Пацаны. Подходим короче к Гигантскому торговому центру Море Мол. Вон он там виднеется. Я уже его неоднократно снимал. Но сейчас мы идем к нему пешком. Они на машине, как обычно. живописные водопады. Ну, какие есть, да? Какие есть. Почему такие здоровые столбы высоковольтных линий? Какая-то чудовищная совершенно циклопическая конструкция из десятков тонн железа. Обычно эти столбы делают каркасными либо бетонными, если не металлические. Возможно, это сделано из соображений экономии места. Потому что каркасная шага, она занимает довольно-таки большую площадь. Здесь типа компактно и высоковольтные линии проходят прямо с местами пребывания непосредственно близости мест пребывания людей. Ребят, не могу удержаться и пройти мимо Гелендвагена. И вот он, сочинский красавец гелик. но пока что вот так вот до Юрца в Питере не добраться слишком далеко. А знакомых на Гелике Сочи у меня нет. Увы. Море Мол на втором этаже. гигантский торговый центр. И еще есть вон прикольный фонтан. Нормально, да? Ищем спортмастер. где он у нас находится. Непонятно. Вон там KFC есть. Но я уже поел самсу, поэтому я на 100 рублей поел. За 65 самсу и за 16 рублей стаканчик кваса. Я сын. КОНЕЦ